что это происходит о да эта программа двр сегодня у нас не обычный формат у нас нет дивана но зато у нас появился стол и у нас появилась аня аня привет привет как дела отлично общую информацию о себе кратко тезис начет аня 21 год не пью не курю двр очень-то изна очень четко чуть-чуть расскажи о своем детстве наверно до своем периоде когда ты не совсем верила в бога что это было зоне когда ты рождаешься в церкви в принципе ну то есть ты уже тебя благословляют в церкви то есть ты не знаешь другой жизни тебе не с чем сравнивать у тебя не происходит какого-то такого экшена до сравнения нет то есть ты как бы просто приходишь церковь каждое воскресенье просто видишь одних и тех же людей и кажется что ну типа так всегда и так все живут поэтому какой-то особой встречи с богом в детстве не было просто ходила потому что ходили родители вот и но однажды просто не так давно было 18 лет буквально нет 17 да просто у меня появилось личное решение какое-то что я хочу чем это было связано что у тебя сподвигло ты чувствовал пустоту какую-то или просто думаю зачем ну как бы ты встал перед решением что это было на самом деле у меня никогда не было какой-то жести в жизни вот именно я не жила как-то там не творила всякую разгульную до разгульной я не жила вот ну бывало разное конечно но все равно там прям прям то за что обычно люди стыдятся каются то есть не было такого но однажды просто я приехала в лагерь это уже было в петербурге я сама из пермского края приехала и просто было в детском лагере где очень классно молодежный пастор преподнес информацию для деток которые меня коснулась я разжидалась и решила что я хочу но расскажите эту историю мне ну как бы она очень понравилось ее слышал а дальше повторить для ребята да ребят слушать да в общем была такая история что пастор рассказывал детям самую основную информацию о том кто такой иисус и что он умер за наши грехи и преподнес это в таком прикольном формате в общем у него было ведро с яблоками и сердечки красные такие чистые вот и он спросил у детей кто хочет яблочко и сердечко и там детки такие вот и был переодетый парень в костюм в общем он играл роль иисуса вот и он за каждого ребенка который подходил за яблочком и сердечком приседал 10 раз в общей сложности получилось около 260 раз он присел подряд дети уже в конце начинали реветь что я хочу сам можно я сам присяду мне жалко там пашу вот но паша не разрешал паша говорил что это я вам так свою любовь проявляю и на этом по аналогии с этим в общем как иисус умер за грехи каждого из нас за то чтобы мы имели чистое сердце и тебе да просто такая детская формальность но мне очень я так понял что у тебя на самом деле чуть перекликается так тебе может быть в детском формате все больше заходит мне просто нравится когда все просто когда они усложняют я люблю когда христианство простое когда жизнь в принципе что значит христианство простое ну вот смотри я думаю что люди сами все усложняют себя себя что они тащат служение что они все время такие загруженные что они набирают кучу всего я это делаю для людей я это делаю для бога но они не счастливы и а бог не хочет для нас такой таких тягот бог любит нас он добрый и да и он просто как бы он да он любит нас и хочет чтобы мы тоже любили его и кайфовать вчера обсуждали заком от момент что счастье многие пытаются найти счастья типа вот когда-то она будет вот например момент когда я буду счастлив просто надо на самом деле понять что счастье это сейчас типа что ну вот например никогда не будет момент когда ты думаешь что у тебя будет вот здесь тебя будут какие-то новые переживания designsذه не вер закончить школа и у тебя будет моментом типа по надо будет что-то раскидать там вот в любом случае это будет так поэтому надо научиться быть счастливым сейчас это круто сказала что для тебя вообще просто так что это значит за это когда у тебя в сердце мир когда ты спокоен когда ты расслаблен когда ты ну просто в таком покое на радостный то есть ты не такой она расслабоне и слабые ничего не хочешь а именно у тебя мир и ты ну как бы ты хочешь же это кайфуешь это всегда приятно как вообще ты относишься к служению в том формате какого она сейчас как ну вообще христианство скажем так ну какие моменты тебе нравятся какие не нравится что может быть изменила заслужение всеми руками и ногами за вот но для меня служение это в общем важно чтобы опять же повторюсь это было в радость потому что когда люди делают это потому что так надо потому что они должны потому что они должны а кому они должны то есть надо ответить себе на вопрос кому они должны то есть как бы бог не хочет чтобы мы реально вот просыпались заморачивались и тащили реально вот это вот все просто если у тебя есть желание служить людям жила там желание развиваться в каком-то определенном служении ну вот я лично кайфую от медиа служения мне нравится я стараюсь там помогать ребятам церкви в этом направлении и мне не сложно пойти и stories и поснимать мне не сложно там встать за камеру если нужно мне не сложно сделать не знаю дизайн картинки анонс какой то есть если мне хочется это я радуюсь и у меня нет такого что я опять картинка ну да ты любишь свое дело да важно чтобы служение ты чувствовал что это твое то есть если ты делаешь это потому что кому-то пытаешься угодить априори это неправильно все я знаю что есть такой совет я общался с бизнесменами и они говорят что один из ключевых моментов когда ты хочешь добиться успеха реального в какой-то сфере ты должен это полюбить и должен ну ты должен просто вот как бы все ну как бы начать кайфовать это как ты думаешь в служении это применимо в том смысле что если ты будешь себя заставлять это любить или ну вот как бы где эта грань что ты себя заставляешь это любить или как бы ну по ним понятно да я понимаю если начинается с позитива то есть ты хочешь у тебя есть желание и ты хочешь там чему-то научиться то классно ты там да у тебя просто может наступить мой момент какой-то когда ты когда ты остановишься поймешь что ты не никуда не движешься и что-то тебе уже не хочется и вот в этот момент есть два варианта ты либо отступаешь либо идешь дальше если ты отступаешь ты можешь попробовать себя в чем-то другом но это такой путь немножечко легкий вот либо ты можешь попробовать идти напролом переступать через какие-то свои там не могу не хочу но для того чтобы достичь и какому ты пути относишься ко второму но у меня был момент когда я пошла по легкому пути но когда я поняла что это неправильный путь я вернулась то есть я вернулась и решила что да это мое круто круто что проявлять и перебутся важно просто всегда проверять то насколько это твое ну то есть если ты чувствуешь как как-то проверять вот ну может даже вот смотреть на камеру и дать совет типа как проверять твои это или не да ну просто это же чувствуется на самом деле если ты понимаешь что ты не на том месте что ты что тебе некомфортно например с конкретной командой например с конскими с конкретными людьми или тебе некомфортно делать какое-то определенное действие ну не делай этого не надо зачем ну то есть вот так вот я думаю ну и плюс это конечно же молитвы когда ты просто просишь у бога мудрости какой-то и бог открывает бывает не сразу открывает бывает ну вот этого призвание опять же да вот призвание это то что твои кто-то его не сразу находит я например не желающим интерес вот только хотел завтра этот момент призвание как ты думаешь вообще с чем это может быть связано ну конечно этот наверное медиа правильно или а вот кто знает может когда-то откроется такая сфера который в которой себя вообще не видела а тут она но пока что как бы вопрос призвание для тебя да да ну я понимаю что я возможно близко может быть и нет богу лучше известно ты сама качество в чем ты на данный момент двигаешься и хотел бы еще двигаться наверное да наверно это медиа наверное это то что связано с маркетингом в соцсетях ну вот я работаю просто в этой сфере помимо того что я служу в ней я еще и работаю в ней поэтому я стараюсь как можно больше развиваться как можно больше информации для себя новой открывать вот и пока что я понимаю что вот этот овощ в чем я хочу развиваться и стараюсь в церкви это тоже применять а кто вообще вот ты говоришь церковь церковь кто для тебя бог что как-то ну для меня первоначально помимо того что он отец конечно же он для меня друг для меня просто важно именно насколько я ну вот мы же с друзьями открыты мы же близки с друзьями часто с родителями даже не не настолько близки как с друзьями ну разные отношения бывают у меня конечно семья все нормально как бы в отношениях но бывает что друзьям например мы больше можем что-то рассказать нежели родителям и вот для меня бог это в первую очередь наверное даже друг потому что я очень люблю для меня формат такой разговора богом это когда я иду куда-нибудь просто слух рассуждают как будто бы я иду с другом разговариваю да но иногда это выглядит странно но не это круто на самом деле я просто редко встречал людей которые вслух мне так удобнее как тебя касается бог что это за чувство что это но бывали вообще-таки да да конечно я обычно рыдаю не знаю это не объяснить просто тоже какой-то момент и просто понеслась нам нужно чтобы ты дала наверное три совета нужно дать совет родителям нужно дать совет детям и нужно дать самый главный совет вообще кому угодно кто тебя видел вообще вот ну наверное первый совет это я положу что меня о нем спросили конечно да просто будьте открытыми разговаривать общаетесь это кому-то детям дают совета да просто будьте открытыми доверяйте богу и светите реально вот моя любимая фраза которую я просто пишу везде где могу это не дайте погаснуть цвету своему правда это просто очень важный и светите и будьте счастливыми что касается родителей ну на самом деле тут просто станьте друзьями своим детям общайтесь с ними узнавать что у них сердце что их беспокоит и я думаю что только таким образом можно стать настоящими близкими людьми друг другу и построить хорошие отношения в семье так и есть это очень круто а какой совет но вообще любому человеку которого ты встретишь часть 1 минута может быть он с ним что-то произойдет или ты большего не увидишь что это совет может быть ты уже думал над этим посмотри какой крутой мир путешествуй наслаждайся летай на самолетах смотри на небо потому что небо очень крутое и бог не зря все это создал он создал это для того чтобы мы наслаждались природы наслаждались этим миром ура аль ты молодец ты на самом деле вдохновение это очень круто думаю что ты многих вдохновила этой программы друзья если вы получили для себя что-то в этой программе обязательно пишите нам говорите пишите а не пишите мне да я люблю вас всем пока с вами был ДВР с вами была Аня с вами был я мы вас любим